В Азербайджане В Азербайджане создают очередной фейковый повод для нагнетания обстановки и оправдания очередной агрессии. Так, например, МИД Азербайджана сообщает следующее. Армянские мины доставлялись по Лачинскому коридору и были установлены на территории Азербайджана. С августа на территории Азербайджана было обнаружено около 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году. С этим пора покончить, заявляет Джейхун Байрамов. Ну, во-первых, Армения не производит мины. Во-вторых, Азербайджан сам вывез наземные мины с оккупированных в сентябре территорий Армении, доставил их на контролируемую Азербайджаном территорию в Нагорном Карабахе, чтобы выдать их за Армянские и создать ложные основания для оспаривания Лачинского коридора. Все эти фокусы с перемещением нужны только для того, чтобы оправдать свои очередные террористические инициативы против Арцаха. И как стало известно сегодня, президент Азербайджана Алиев заявил, что запланированная на 7 декабря встреча с премьер-министром Армении в Брюсселе не состоится, поскольку армянский премьер настаивал на участии в ней президента Франции Макрона. Алиев отказывается от встречи при посредничестве Макрона, что означает еще один жирный намек на агрессию со стороны Азербайджана в ближайшее время. Госминистр Арцаха Рубен Вартанян выступил с разъяснением по поводу кадровых изменений в системе управления республикой. Первое. Сейчас политическая система в Арцахе слишком сложная. Для таких небольших стран, как Арцах, эффективной может быть более простая система – внедрение и применение механизмов прямой демократии. Очень важно, чтобы народ имел возможность участвовать в решении вопросов, касающихся его судьбы. Второе. Об отставке министров. Да, это было мое решение. Оно было проработано со всеми министрами. Я оценивал и оцениваю ситуацию в Арцахе как чрезвычайную. Поэтому меры, которые я намерен предложить для выхода из этого кризиса, тоже не вполне классические. Сегодня перед исполнительной властью стоят задачи совершенно нового типа. И для их решения нужны специалисты, которые обладают иным опытом, навыками и знаниями. Третье. У нас будет три основных направления, шесть блоков задач, в каждом из которых свои проекты. Мы должны будем реализовать дюжину реформ. Этот фронт предполагает совершенно другой подход. Скорее проектное управление, нежели текущая административная работа. Четвертое. Правильно сформированная команда – это залог успеха на пути к достижению стратегических целей. Если на этой стадии совершить управленческую ошибку, то на этом чрезвычайно важном и сложном этапе можно поставить под угрозу цель безопасности и развития Арцаха. А это недопустимо. Наше обязательство одно – гарантировать устойчивое и непрерывное развитие армянского Арцаха. Вооруженные силы Республики Арцах не будут расформированы. Наоборот, были проведены структурные изменения для адаптации армии к современным условиям. Единая точка зрения военно-политических властей Республики Арцах – любой ценой сохранить вооруженные силы Арцаха, оснастить их как человеческими, так и техническими современными ресурсами, и иметь вооруженные силы, выполняющие боевые задачи, заявил секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян. Начальник Генерального штаба Республики Армения генерал-майор Эдвард Асрян принял консультативную группу НАТО. С 21 по 24 ноября консультативная группа консорциума НАТО «Партнерство во имя мира» программы развития оборонного образования в Армении провела семинар на тему «Роль и значение профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах». В рамках мероприятия зарубежные партнеры представили особенности и тенденции развития профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах и ее роль в современной войне. ООО «Биалка» вложит 7,5 миллионов долларов инвестиций в создание производства различных видов сыров, сырных продуктов и масла в Армении. Будет создано 20 новых рабочих мест со средней заработной платой в 150 тысяч драм. 25-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» под названием «Мы создаем жизнеспособные общины» стартовал в четверг в 17.00 в эфире общественного телевидения Армении. Как сообщают в пресс-службе фонда, старт был дан в Армении, затем телемарафон продолжится в Лос-Анджелесе по местному времени с 14.00 до 20.00. В рамках предыдущего телемарафона было собрано 22,9 миллиона долларов. Средства были направлены на финансирование здравоохранительных, социальных, культурных, инфраструктурных программ в приграничных общинах Родины. После открытия инженерной лаборатории «Армат в воздухе» в Степанакерте, компания предприятий передовых технологий приступила к реализации новой программы обучения учеников, на этот раз в городе Мартакерт. Лаборатория, которую удалось создать в результате сотрудничества с компанией предприятий передовых технологий французского города Марселя, будет способствовать обеспечению высокотехнологичного образования для детей от 14 лет. В новой лаборатории они научатся не только управлять дронами, но и изготавливать их. Здесь будут обучаться ученики школ как города Мартакерт, так и населенных пунктов всего района с высокой успеваемостью и с инженерными наклонностями. Осень уже подходит к концу, и скоро наступит зима. Сегодня команда «Хайк Медиа» постарается посредством опроса выяснить, как жители Арцаха готовятся к зиме. Осень – единственный сезон, вобравший в себя все гармоничные умиротворяющие краски мира. В последние дни осени чувствуется холодное дыхание зимы. Уже стало видно, как прекрасные желтые листья вянуты и опадают. Граждане города стараются по-разному насладиться последними днями осени. Кто-то начал готовиться к зиме и с нетерпением ждет ее, а кто-то только пытается насладиться последними согревающими лучами осеннего солнца. Жители Степанакерта пока не столкнулись с какими-либо сезонными трудностями. Они ходят на работу и возвращаются, живя своей обычной жизнью. Лично я начал много ходить с приходом холодов, стараясь гулять минимум два часа в день. Таким образом я поддерживаю свое физическое состояние, укрепляю иммунитет, чтобы противостоять зимним холодам и быть работоспособным. У нас все хорошо, мы уже все успели сделать. Вопрос древесины тоже решили. Уже установили печь, внуки мои греются. Не могу сказать, что мы будем широко праздновать Новый год. У меня есть раненый сын. Все еще зависит от финансов. Многое не успеваем. Но я не жалую, слава Богу. Если ничего плохого в Новом году не случится и все останется так же, будем очень благодарны. Я особо не готовилась к Новому году, но в этом году я больше чувствую дух Нового года и Рождества. Думаю, что у всех так же. У меня нет особых ожиданий от Нового года. Я просто надеюсь, что этот год будет более веселым. И у людей на лицах будет все чаще и чаще появляться улыбка. Как бы граждане не готовились к зиме, все желают, чтобы в Новом году в Арцахе воцарился мир. А остальное – мимолетно. Элия Носипян, Арут Арутинян, Хайк Медиа, город Степанакерт, Республика Арцах. Институт Лемкина по предотвращению геноцида выступил с заявлением в поддержку права народа Арцаха на самоопределение. На Арцах претендует Азербайджан, хотя на этой территории на протяжении тысячелетий проживает большинство армян, отмечает институт, напоминая, что право на самоопределение является фундаментальным в рамках международной правовой системы. В заявлении подчеркивается, что не может быть мира и процветания путем геноцида, который пытается осуществить Азербайджан в Арцахе. «Мы всегда отвечали и будем отвечать за любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они – часть нашей нации», – заявил сегодня президент Азербайджана Алиев. Интересно, что имеет в виду Алиев, говоря о своем образе жизни, который он хочет защищать от Ирана. И, кстати, с учетом того, что в Иране проживает не менее 15 миллионов азербайджанцев, скорее Раиси – глава азербайджанской нации, чем Алиев. Тем более, что в отличие от Алиева, Раиси – чистокровный азербайджанец. 25 ноября 1957 года родился национальный герой Армении и герой Арцаха – Монте Авво Милконян. Как рассказывает Маркар Милконян, старший брат Монте, армянское сердце забилось в груди будущего героя 12 июня 1970 года, когда семья Милконянов совершила поездку на свою историческую родину в город Мерзефон, нынешняя Турция. Там Монте увидел разрушенную армянскую церковь и оскверненное армянское кладбище, где был похоронен его прадедушка. После поездки 13-летний подросток начал задумываться о том, почему они живут в Америке, почему дом его прадедушки и даже кладбище превращены в руины, почему земли его предков принадлежат другим. Вечная память герою. В Ереване состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Армении под руководством известного австрийского дирижера Андреаса Отензамера. В программе концерта прозвучала симфония номер 2, сибемоль мажор, хвалебный гимн Феликса Мендельсона, сюита из балета «Жар птица» Игоря Стравинского, симфония номер 1 «Уаганесса Брамса» и другие классические произведения. Известный дирижер и кларнетист Андреас Отензамер считается одним из ведущих инструменталистов современности. Он часто выступает в качестве солиста на кларнете в крупнейших концертных залах мира с такими всемирно известными коллективами, как Берлинский филармонический оркестр, Венский филармонический оркестр, Камерный оркестр Маллера, Лондонский филармонический оркестр, Сеульский филармонический оркестр. В 2021 году Отензамир впервые выступил с Государственным симфоническим оркестром Армении и Бормундским симфоническим оркестром и был удостоен премии Неэми Ярви на фестивале в Гоштааде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok